итак вот до настоящего времени мы работали в детей с использованием одной ветки то есть как бы одна версия программа одна нитка разработки программы но иногда возникает ситуация когда вы что-то пишите вот какие-то изменения делаете что-то сделали отладили и хотите вот текущее состояние зафиксировать дальнейшие какие-то нововведения делать так чтобы они не затрагивали текущего состояния вашей программы то есть вот допустим есть у нас работающая версия и мы хотим сделать то есть как бы не трогать эту версию оставить ее работающего но разработку продолжить немножко в другой версии и это можно сделать с помощью механизма создания новой ветки вот по умолчанию когда вы находитесь в репозитории давайте я сейчас переключусь в консоль ну сделаю ее маленечко побольше так ну здесь у меня уже немножко измененное состояние консоли значит вот смотрите то есть по умолчанию когда вы работаете с гитом вы работаете веточки main главная ветка и она у вас одна если вы наберете команду гит то гит вам выдаст список всех веток на вашем локальном компьютере в вашем локальном репозитории и зелененьким будет отмечена ваша активная рабочая ветка еще раз я скажу у меня уже тут несколько вот этих тестовых веток вот но у вас по умолчанию будет только одна веточка мэйн теперь создать новую ветку можно либо с помощью команды гид бранч с параметром определенным либо гид чекаут ну я еще раз вот для так сказать демонстрации вот чуть чуть подробнее про гид чекаут расскажу что это за команда ну вот давайте во первых посмотрим на состояние нашего репозитория в текущий момент гид статус вот видно что мы внесли изменения вот в этот вот файл калькулятор cpp мы внесли изменения файл лап 3 cpp вот давайте я вот эти изменения сейчас добавлю в комит гулять допустим я хочу добавить только один файл у нас вот этот вот файл стал зелененьким а файл лап 3 вот этот остался красненьким а вот файл лап 3 я хочу вернуть к исходному состоянию к тому состоянию которое было у него раньше в репозитории и это можно сделать с помощью команды гид чекаут гид чекаут и имя файла еще раз гид чекаут или файла и тем самым вы извлечете данный файл из репозитория и запишите его поверх вашей текущей версии файл то есть к пользоваться тут над осторожностью дать посмотрим что произойдет то есть вот у меня есть какая-то версия файла лап 3 я делаю гид чекаут гид выдает сообщение что он обновил один файл я переключусь в студию вот и видите у меня файл обновился вот он стал таким каким он был в репозитории отлично теперь так консоль следующий момент давайте все изменения я сделаю комит чтобы они не мешались вот а если вы набираете команду гид чекаут и указываете не имя файла а имя ветки то тогда вы будете переключаться на соответствующую ветку переключение на соответствующую ветку меняет вообще все файлы в вашем рабочем локальном каталоге то есть вот есть у вас локальный каталог mp2 lab3 стек в нем есть какие-то файлы локальные есть каталог с репозиториям вот и будут заменены все файлы давайте я перед заменой закрою студию потому что будут в том числе заменены и файлы проекта они у нас там хранятся в репозитории и сделаю гид чекаут main перейду на ветку main мне выдает сообщение что мы переключились на мы давайте откроем студию теперь и мы видим вот тот проект который у нас веточки мы ну он вообще у нас вот пустой то есть какие тут изменения в общем совершенно другой проект да где остался наш проект а наш проект остался веточки которая называлась тест подчеркивание с на нее можно вернуться в любой момент давайте я студию закрою и сделаю гид чекаут тест с подчеркиванием с вот мы переключились на ветку тест с и здесь остались все наши изменения которые мы сделали вот только что то есть это удобный механизм переключаться между разными версиями ваш программ вот но сейчас я пока переключаюсь между существующими версиями давайте посмотрим что будет происходить если я хочу создать новый новую ветку давайте опять я вернусь к веточки main гид чекаут main теперь у нас мы находимся в ветке мы давайте сделаем вот такое вот изменение ветка main и вот это вот изменение за комитин я поменял тут вот файл об 3 я здесь комментарий поправил давайте я его заканчиваем гид комик минус м какой-то вот тестовый комик есть мы находимся веточки main теперь вот начиная с этого момента я хочу начать новую разработку оставить ветку main в покое и создать новую ветку значит это можно сделать с помощью команды гид бранч branch и указать имя новый новой веточки значит давайте ну вот я еще раз для начала есть вот эти вот веточки вам высвечу давайте гид имя новой векте давайте назовем ее новый мы не у меня теперь если мы посмотрим гид бранч то у нас появится веточка new main и на нее можно переключиться гид out new main мы переключились на новый мы давайте внесем какие-то изменения ветка new main новый комментарий если я сейчас начну делать комита то эти комиты они пойдут в активную ветку ветку new main давайте я сделаю это все гид . гид вид минус и у комик значит мы законите ли наши изменения во веточку new main я могу к старому мэйну вернуться в любой момент гид чекаут все вот видите мы находимся ветки main ну так как здесь изменения минимальные проект вообще не меняется 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 только один себе пиш ник вот минимальным образом то я даже и ничего тут не менял я ничего не делал и в плане там не закрывал студию не переоткрывал ее все нормально и опять я могу вернуться на свою ветку на новую ветку дит out new main и вот мы находимся опять веточки new main и вот у нас автоматически загрузились все изменения так есть какие-то вопрос на текущий момент теперь если вопрос нет вот смотрите еще раз вот эти вот ветки все они есть и они созданы вернее они есть в локальном репозитории гид браин и ну сэр покажет нам красненьким ветки которые есть в удаленном репозитории ну в удаленном не смысле который вот делит от а смысле ремонт в облаке в частности вот посмотрите здесь нет еще ветки new main я ее не отправил в удаленный репозиторий и веточки тест с тут тоже нет я ее буду в удаленной репозитории не отправлял а что значит удаленный репозиторий это вот на гитхабе мой удаленные репозитории вот давайте я его открою вот вот здесь вот это вот страничка с моим небольшим проектиком и вот тут вот видно что есть три ветки их можно посмотреть вот здесь и переключаться между ними мы по дефолту new branch и тест можно вот тут посмотреть вот здесь вот будут будет небольшая справочка по поводу этих веток какая-то из них обновлено вот там столько-то дней назад какая-то столько-то дней назад вот давайте мы теперь ветку new main отправим в удаленной репозиторий на сайт то есть делаем пуш и гид вот тут нам подсказывает что такой ветки нет и надо выполнить вот эту команду чтобы эту веточку отправить в удаленной репозиторий вот ветка отправилась вы видите срай сайт сразу мгновенно обновился давайте мы его тут для гарантии перезагрузим и вот у нас уже теперь 4 веточки for branches и и вот наш наша ветка new main она обновлена буквально вот четыре минуты назад давайте теперь ну дальше понятно схема работы да то есть вот таким образом можно сделать новую ветку что-то в ней поменять в этой новой веточки протестировать эти изменения закоммитить но тогда что получится у вас получится как бы две параллельных ветки разработки одна из них главное мэйн а вторая новыми допустим вы хотите эти изменения занести в мэйн свой из нового мэйн а свой предыдущий мы основную ветку это можно сделать с помощью консоли вот тут но проще сделать через сайт давайте посмотрим как это можно сделать вот здесь у вас появляется кнопочка внутри бы здесь она будет либо вот тут вот можно нажать вот кнопку pull request то есть ключевое слово здесь pull request запрос на внесение изменений ну давайте вот эту зелененькую кнопочку компонент пуллику или квест нажмем и вот тут вот мы открываем так называемый запрос на внесение изменений опаны pull request значит этот pull request открыт сравнением изменений между двумя ветками но в частности вы можете делать pull request не только между ветками но и между форками разных форками ну ответвлениями большими таскать одного и того же репозитория мы делаем между двумя ветками в рамках одного репозитория вот тут вот написано откуда и куда мы хотим внести изменения изменения из ветки new мэйн мы хотим внести в наш основной репозиторий в мы здесь можно написать какой-то комментарий важно какой то есть для меня даже название комментарий пишется вот тут вот причем комментарий можно написать вспомним языка разметки дальше здесь можно сделать кучу всяких настроек в частности можно добавить ревьюера для этого pull request а чтобы вот вы вот эти изменения вносите и вы хотите чтобы кто-то на них посмотрел то есть вот можно до 15 человек назначить ревьюер ну например вы сливаете две своих ветки и назначайте reviewer меня тогда я смотрю вот этот вот ваш pull request и могу высказать какие-то комментарии соображения или еще что-то но это уже тут такая тонкая настройка я хотел бы вам основу пока показать а в дальнейшем может быть мы и в таком режиме тоже поработаю значит давайте нажимаем таким конец кнопочку create pull request значит еще раз это все отрабатывает гид нам сообщает что данная ветка не имеет конфликтов с базовой веткой а что значит конфликт конфликт это когда вы внесли изменения в базовой ветке и в новой ветке в одну и ту же строчку кода то есть вот например у вас была строка номер там неважно номер 9 и вы ее в базовой ветке поменяли и в новой ветке поменяли какая версия правильно вот сам гид разобраться не может и тогда здесь нужно вручную будет сказать что вот оставить версию из мэйна или взять версию из new мэйна то есть вот эта ситуация она конфликтная и разрешена быть не может но если у вас программа правильно структурирована если вы делаете такие небольшие локальные комиты они они как бы не все свои изменения заливаете вагин гигантский комит то тогда с большой вероятностью конфликтов не будет значит нажимаю кнопочку меж слить здесь запрашивают подтверждение ну потому что эта операция такая ее сложно будет потом ну ее можно откатить вот но на всякий случай запрашивает подтверждение и мы нажимаем кнопочку конфермер и вот синеньким цветом обозначены что ваши ветки слиты объединенные и в настоящий момент времени веточка мэйн и new мэйн они одинаковые абсолютно и вот гид вам тут услуживаю подсказывает что вы можете безопасно удалить вот эту ветку не умы то есть удаление этой ветки не приведет к потере изменений они все уже слиты с мэйном прекрасно давайте еще раз взглянем тогда на состояние вашего кода вот ну и мы увидим что вот у нас есть вот эти вот веточки new мэйн и все комиты которые были у нас звали ветки new мэйн вот видите а тут русский шрифт не отображается ну короче вот тут вот комит вот он с идентифика вот комментарии new мэйн то есть они находятся уже в в меню вот теперь давайте перейдем опять на локальную машину и в локальном репозитории я переключусь на мэйн гид чекаут мэйн укусе с все нормально мы переключились но что я вижу я вижу здесь по-прежнему вот это состояние ветками почему потому что я не обновил свой локальный репозиторий на локальном компьютере я сделал слияние двух веток но я сделал его здесь вот в удаленном репозитории и вот тут вот мы их объединили но на локальный компьютер я еще не скачал и гид опять-таки мне об этом сообщает что ваша редко отстает от он джин мэйн на 1 комит то есть вот отстает от удаленного репозитория ориджин вот смотрите удаленный репозиторий он всегда вот тут обозначается вот с этим вот префикс морджин то есть отстает от удаленного репозитория на один комит напишите наконец-то гид пуш чтобы скачать себе вот эти комит он не то маленький не гид пуш надо гид пул чтобы скачать комит гид пуш чтобы туда отправить значит ну комментарий маленький такой вот но давайте воспользуемся гид пулом чтобы забрать из удаленного репозитория все изменения вот мы и забрали и наша ветка мэйн обновилась в соответствии с тем что было в удаленном репозиторию да я маленько вам тут неправильно перевел хит он не отстает а наоборот впереди показывает что на один комит ну вот мы эти комиты забрали с главного репозитория и теперь состояние корректно и так ну конечно тот пример который я сейчас показал вам это некий игрушечный тут пример значит основные моменты есть какое-то корректное состояние программы главной программы мы в любой момент мы можем сделать ветку с помощью гид бранч делаем ветку и творим в ней все что хотим не боясь испортить правильно работающую программу какие-то вносим коррективы что-то новое там проверяем тестируем если все нормально и все изменения корректные то тогда эту новую веточку можно объединить с предыдущий создав пул реквест на гид хайда использование веток конечно же как бы дает большую гибкость то есть вы не боитесь попортить что-то есть работающих программы она всегда как говорится под рукой и ветки мэй а нужно что-то поменять делайте свою локальную веточку пожалуйста попробуйте использовать ветки в своей разработке то есть это очень удобный инструмент в дикте много всего удобного ну вот мы потихонечку что-то новое осваиваем так пожалуйста есть ли какие-то вопросы мерчить ветки можно только на сайте нет 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 их можно можете здесь значит вот смотрите ну честно говоря я сейчас сходу команду не вспомню ну давайте проверим git merge значит вот я напомню что минус минус help выдает справку по команде гитар ну и вот вы можете посмотреть как можно здесь вот что-то сможет здесь даже сейчас вот здесь должны быть примерчики обычно они примерчики пишут в конце на посмотреть вот либо межим можно нет межит все-таки по моему тут файлы межит нет все-таки межит он свернут например вот да вот сам простой вариант git merge когда вы указываете название двух веток которые вы хотите смешать kit merge и две веточки которые будут межитца ну и куча разных возможностей по поводу более гибкого использования этих команд то есть как видите вот ключей вот у в том числе и там с разрешением конфликтов это может быть связано то есть ключей здесь куча ну ты вот пример вот веточек когда у вас была веточка main ну вот она недавно стала называться main раньше она всегда называлась мастер вот и вот такое вот состояние когда у вас есть мастер со своими комитами вот вы вот так ушли вот у вас есть ветка топик со своими комитами и вы хотите их смешать из топиков мастер можно здесь этим воспользоваться но я редко тут пользуюсь да практически ну когда-то там вот в плане экспериментов ты пользовался вот но обычно на сайте еще вопрос пожалуйста ну вот напомню еще раз что тут удобная команда минус минус help вы можете посмотреть например гид забыли что-то гид бранч минус минус help и вам будет сгенерированная страничка в которой будет перечисление всех ключей и вот возможно тут самое приятно набор примеров набор примеров там создать ветку удалить ветку показать ветки ну и так далее то есть гид минус минус help он выдает справку на веб-страницу гид минус help выдает справку вот сюда вот в окошечко пожалуйста вопрос еще ну вот я еще расскажу даже если пока вам никакие ветки не нужны пожалуйста сделайте ветку внесите туда изменения сможет тыс Продолжение следует...